Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Собственно, сейчас начнется самое интересное, то, с чего началась игра, но перекинула нас немножко назад. С крушения самолета. Как говорится, на самом интересном месте. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано, иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально. Это неправдоподобно. Но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне, Боля. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и трините, легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у кулак-яку. Давай. Держите, сейчас тряханет. Что ты делаешь? Я его вывожу. Держите, сейчас трясающе. Тихо, тихо. А-а-а! Доктор Педро Домингес, археолог, специалист по доколониальной культуре майя. Отец не раз упоминал о нём в дневнике. Мы с Ионой шли по его следу, который привёл нас в Косумель. Незадолго до своей смерти мой отец побывал на его раскопках в деревне Косумель. Если тут есть какая-то взаимосвязь, я хочу её найти. Я считала, что доктор Домингес всего лишь начальник местного отряда Тринити. Я и представить не могла, что он стоит во главе Верховного Совета. Так. Это мы всё читали. Тринити. Ну, вроде бы ничего не пропустили. Мне кажется, Мигель не выжил. С таким-то макаром. Его там и огрело, и вынесло ещё, кажись, куда-то. Если он не с нами приземлёлся. Потом пригодится. Ну, пока будем лутать всё, что нам попадётся по пути. Прихвачу с собой. Так, ягод и ещё всякие. Эй! Кто-нибудь! Так, на новонце уже получше, походу, чувствует. Где они? Надо их найти. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Или всё-таки кто-то выжил. Но это, скорее, это её дружок этот. И Иона. Или какого-то. Да. Давай, давай. Обезьяна. А чё нам обезьяны? Ну, шумят эти обезьяны, и что дальше? Опа. Огонь. Кто-то должен быть рядом. Эй! Иона! Мигель! Вы слышите? Где вы? О! Вот такой платок. На платке монограмма PHV. Должно быть, это Персиваль Харрисон Фосетт. Кто бы это ни был, правда. А, у меня ножа нет, чтобы разделать это чудо. А чё за бортовой журнал? А чё за бортовой журнал? Мигель записывал. Мигель записывал. Мигель записывал долговременные прогнозы погоды. Мигель записывал долговременные прогнозы погоды. В течение следующих трёх дней должно было быть жарко и сухо. Максимальная температура около 30 градусов, возможен лёгкий дождь. Из других записей становится ясно. Мигель считал, что вероятность сильной бури ниже 50%. Иначе бы он нас не повёз. Но в прогнозе не было никаких бурь, не говоря уже о сильных. Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это всё моя вина. Надо было послушать Иону, надо было всё продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал. И остальные деревни в порядке. Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Всё? Так, развитие навыков охотника улучшает способности лары, связанные с изучением местности. Ветки воина улучшают боевые, связанные с оружием навыки. Ветка мародёра улучшает навыки изготовления предметов скрытности. Выберите навык, который хотите изучить из любой синей, красной или зелёной ветки. Навыки с белым контуром уже приобретены и изучены. Серые ячейки разблокируются, когда смежные с ними навыки будут приобретены. Некоторые навыки необходимо найти в мире, их нельзя приобрести. Навыки пути. Для просмотра навыков пути, полученных в дополнительных гробницах... Ага, понятно, гробницы испытания. Окей. Скорость крокодила. Приглушает шаги при падениях. Увеличивает точность лука. А, это у меня есть уже, да? Увеличивает количество рукотворных ресурсов. Давайте возьмём. Увеличивает шанс нахождения редких животных. Пока не надо. Подсвечивает объекты, связанные с испытанием в режиме инстинкта выживания. Увеличивает длительность задержания дыхания. Собирает ресурсы с убитого врага. Ну, тоже неплохо. Так, ну, это сигнальные патроны пока не нужно. Сокращает время натяжения тетивы или автоприцеливания. Автоприцеливание хочу. Так, а вот это что такое? Уменьшение урона от падения с высоты. Больше времени, чтобы среагировать на ловушку. Возможность совершить бесшумное убийство, не поднимая тревоги. Так, можно разделывать пауков и жуков. Но необходим нож. Лара подняет к десерту у крупного животного. Неплохо. О, взор орла. Звучит вкусно. Так, нам нужны всякие там ножи и так далее. Сюда упал обломок самолета. В этом грозе мое снаряжение. Надо его срезать. Может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Может, какая-то железка из обломков? Все сломала. Ну, не то, чтобы это сейчас все обязательно собирать. Ну, раз уж нам по пути. Под водой ты рушек ломаешь. Опять идти на берега. Так, всплывем и погрузимся. Так, можно всплывать уже потихоньку. И начинать лутовать ресурсы. Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Так, ну, ресурсы я тут видел. Валяются повсюду. Сейчас я их залутаю. Вот тут были. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь. Ну, вон тут еще что-то. А тупой ножом разделывает кого-то даже. Так, это что у нас? Это все полезные ресурсы. Это все полезные ресурсы. Ну, да, вот я вижу. Ну, я чувствую, нам туда еще суперрана. У нас ни снаряги, ничего вообще нету. Найден склеп. Куско принадлежит. Мы перешли. Мы перешли. Все кричали и столкнулись на полном скаку. Я никогда такого не видел. В хаосе битвы Аргоньес был ранен. Его стащили с лошади и убили. Говорят, что трусливый Альмагра ускакал с поля боя верхом на осле. Этого и следовало ожидать. Отрывок из дневника Алонса Луиса. Сейчас пойдем в лагерь. Заточим этот кусок говна. Очевидно, в гробницу мы тоже не зайдем. Но так, краем глаза посмотреть можно. Хотя, может и зайдем там. А, нет, для этого эти нужны. Ледоколы. Ледоколов у нас нету. Так, уверенных, что хотите создать самодельный нож. Ага. Ну, здесь есть, соответственно, всякие костюмы Лары, которые там надавали за всякие DLC. Там предзаказы, вот это все, короче. Но, это как бы на самом деле не особо интересно все. Страж полуночи, авантюристка. Ну, я бы ее оставил в ее дефолтном костюме. Нет, это не он. Ну, пусть он будет. Во. Снаряжение. Веревка. Так, очков-навыков у нас нету, но... Все, она заточила этот кусок говна. Так что сейчас будем рубить. Их все равно что-то держит. Конечно, что-то держит. Там же вон еще сколько. И пить в воду нырять, а? Да. Теперь я заберу снаряжение. А, вот здесь оно. Ну, почему я все вместе не упаковала? Мисс Крофт? Кто-нибудь? Прием! Мигель! Ты где? Черт! Так, ну, пойдем туда. Мигель! Что-то, походу, от Мигеля ничего не осталось уже. О, документики. В каждой части света, похоже, есть свое мифическое двуногое существо, которое живет в лесу. Здесь его называют сисимите, страж леса. Говорят, что он похож на большую обезьяну. Мужчин он, по слухам, убивает сразу, а женщину носит в пещеру и спаривается с ними. Окей. Мигель! Что-то, походу, пути назад-то нет сейчас, наверное, да? Не, деда скушали. опа Твою мать Здесь надо поосторожнее Не успел Наверное скриптовое событие там не успеть Вот оно Получается 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 Тут какой-то платок выпал Твою мать Так где второй парень Держи Держи ничего себе какой он сильный с телом так лазить может какую-то птичку подстрелили а ну это перья чтобы у меня были да понятно ну пригодится как это бинты по ходу лежат но все равно надо проверить мне кажется они тут спаунятся просто и все не соберешь их все вон там бинты появились я их возьму и пойду наверно 25 стрел максимум отлично а нажмите для лечения я не читаю подсказки совсем остатки самолета часть обломков и она о ресурсы ткань для изготовления специальных стрел коктейли молотов и так далее а нет снаряжения ледоруба 1 августа сегодня ночью мы не в силах заснуть джунгли сердится и луна нам не помощница я слышу как джунгли дышит у меня за спиной их рычание сотрясает даже землю на которой мы лежим по кроном деревьев струится энергия джунглей теперь в наших поисках мы пытаемся обрести покой и он приходит к нам в самое неподходящее время я заметил что отец дремлет на ходу едва не роняя трость у нас закончилась провизия мы питаемся практически только ягодами и пьем дождевую воду но мы оба слишком упрямы чтобы сдаться боюсь что именно это упрямство и привело нас сюда и возможно именно она загонит нас в могилу до срока так посмотрим что у нас здесь а нам туда но я прежде чем туда ломануться 30 минут все она ну я бы еще чуть-чуть походил бы тут ну тут ледорубы опять же нужны у меня нет можно спуститься в воду посмотреть что там на дне есть интересного ну только ресурсы они меня не особо интересуют пока я конечно понимаю что я еще в самом начале совсем с голой жопой и вообще отказываться от всего что мне предлагают явно сомнительная идея самолет и она ты тут ну ледорубы я думала ты погиб ты знаешь что с мигелем он не выжил что у тебя с рукой да какой то паразит я хотел найти полынь но она здесь не растет покажи ты чего если оставить будет только хуже сядь ты знаешь что делаешь со мной случилось что то похожее в детстве в египте не стану врать это больно думаешь это была та самая буря предсказанная фреской не знаю кажется нам пора пополнить запасы мы так ломанулись вперед полетели прямо в бурю я не думала что все так обернется надо было настоять на своем теперь я понял ты фокусируешься на цели и все остальное исчезает и он эй я за тебя это мой выбор как правило но если мы умрем кто предотвратит бедствие кто помешает тринити добиться своего иногда мне кажется что я обязана идти дальше иначе я просто всех подведу ну может ценой пары часов нам стоило вернуться может дать ему имя хорошо Элай мой кузен он был тот еще паразит ха-ха-ха пока элай спасибо пора идти нам надо найти кувак яку там мы заночу замертано ладно по-моему за теми лианами виднеется деревня хорошо что ты остался у самолета я хотел подать сигнал на случай если ты рядом у меня была ракетница да мигель кажется направлялся к нему когда бедняга а когда это элай успел в тебя впиться а я хотел проверить чистая ли вода проверил ты правда веришь во все то как это ну что ты сказала про бедствие апокалипсис я верю что если это правда ради этого стоит рискнуть жизнью а тринити за это готова убить так значит дело все таки вместе нет 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 когда я взяла ключ я ощутила силу которая меня куда-то влекла она реальна если ты ощутила силу взяв ключ она теперь у тебя в голове нет она пропала когда домингес забрал ключ ты уверена раз она такая мощная давай просто найдем кувак яку ладно да знаешь будь все это ради мести я бы понял ты уверен разве тебе не хочется сейчас оказаться там где тепло и сухо выпить пиво пофиртовать еще как ты не представляешь но все равно я бы понял дело не вместе так ну ладно тут я бы еще у костра посидел какое счастье что иона жив особенно когда мигель но хоть иона ни о чем не спросил ягуары только зря пугать его незачем чтобы опередить тринити придется пошевеливаться так бесшумное убийство не поднимая тревоги но мне вот лутовать пока бы все неплохо так вон вижу коробочку так ну раз ледоколы у нас уже есть можно попробовать там зайти посмотреть что у кого вон там что-то даже есть тоже вот не сразу заметил это место вот секретики ну 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 я не ставлю перед собой цель найти конечно все что можно это уйдет дофига времени а так что по пути попадется конечно же посетим но я вот хочу посмотреть что это за пещера и раз нам дали уже ледорубы эти ледоколы ну вот потратил стрелу на лягушечку ну всё золото добыли неплохо ну ну всё золото добыли Посмотрим, что у нас здесь. Здесь покоится Рейли Риммель, друг. 1925-й. Тут есть что-то еще. Осторожно, впереди ловушки. Круто. Тут много лет никто не бывал. Пусть голос Риммак станет первым, что мы услышим в новой жизни. И пусть ее истории подарят нам радость. Пока что ловушек никаких я не видел. А хотя вон, одно впереди вижу. Вот все. Этот череп деформирован. Он более плоский и длинный, чем у обычного человека. Некоторые люди верят, что это доказательство контактов инков с инопланетянами. Но, скорее всего, это результат бинтования головы, древнего метода искусственной деформации черепа, распространенного еще в доисторические времена. Кроме того, на черепе видны следы трепанации. Медицинской процедуры, в ходе которой в черепе проделывается отверстие. Видишь, что медицина в то время уже была какая. Одну очку навыков нам дали. Неплохо. Ну, правда, с ротом качать нечего нам. Но нам же еще рано на выход. Потому что вот здесь что-то еще есть интересное. Ну, пока вроде бы просто. Вот сейчас должно получиться. А, нет, вот сюда не приметил сразу. О, сейчас бы проткнулись. Так, ну веревки это ерунда. Теперь я смогу добраться до саркофага. Черт, надо лезть дальше. Серьезно? Саркофаг просто взял и поднялся выше. Какой-то саркофаг такой, а. Тихо. Чуть было не упали. Все под контролем. Ну вот, вроде бы и все. Хотя вон там впереди еще куда-то можно двинуть. Накидка вечерней звезды. По слухам, это искусственно сделанное что-то там. Так, либо вот это выход, либо что. Ну, тут тоже как-то что-то пройти куда-то можно. Просто выйду ли я, а потом обратно предположим. Ну да, выйду. Император Язычников умолял пощадить его. Он сказал, что немедленно отдаст испанскому монарху комнату в три на шесть варов, наполненных доверху золотом, и две таких комнаты с серебром. Великодушный монарх принял это предложение. Через два месяца выкуп был уплачен. Однако доверять этому идолопоклоннику было нельзя. Когда стало известно, что его генерал собирался неожиданно напасть на испанцев, Атауаль поупал на колени и стал молить о пощаде. Его судьбу решил справедливый суд, в соответствии с правами, которыми обладает каждый подданный испанской империи. Его признали виновным и приговорили к смерти, но перед казнью он принял Господа и поэтому попадет в рай. Отрывок из беспристрастного описания деяния писара в Перу Ачоа Асевиса. Угу. Да... Класс. А что не так? Ну и сквозной проход. Прям такие тупенькие подземелья, конечно. Так, теперь нужно вернуться назад. Так, я там был? Нет, вот оно че. Че-то налутовали все-таки. Так, тут я все собрал. Не знаю, че мне с одним очком навыков делать. Если только этот прицел в сердце прокачать. И снова покатушки. Так, для улучшения оружия необходимы определенные элементы, такие как детали, ресурсы и навыки. В меню предметов выберите оружие, а затем нажмите на иконку улучшения. Чтобы открыть меню улучшения, выберите доступное улучшение и нажмите на него, чтобы его сделать. Так, ну, понятно, это всякие имбовые луки. Которые там за всякие предзаказы дают. Примитивный предмет. Ух, ё. Так, нож нельзя улучшить, эту штуку тоже нельзя. А вот лук можно поулучшать. Так, урон. Шкур не хватает, да? Но можно еще раз урон улучшить. Все. Ничего, недостаточно ресурсов для улучшения. Так, а что там еще можно было? Снаряжение, да? Ну, ладно. Одно очко же у меня всего, да? Ну, да. Пусть пока лежит. Подкопим на чем-нибудь пополезнее. Так, ну, с одной стороны, часик-то уже неплохо. Так что, я думаю, на этом мы с вами, ребятки, закончим. И продолжим уже в следующей серии. Так, сколько у нас тут завершено уже? Восемь. А, девять. Не сильно мы продвинулись, но как бы то ни было. Благодарю всех за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok